с вами канал gt-class и я алексей колчин и сегодня мы поговорим о том как устроено электрическое поле заряженного проводника и как электрические заряды распределены на этом проводнике и первое что нужно здесь заметить что мы будем обсуждать только статическую ситуацию то есть будем считать что движение зарядов уже прекратилось и все электрические поля установились и первое что нужно здесь сказать это то что электрическое поле внутри проводника всюду должно быть равно нулю потому что если бы это было не так если бы у нас где-то внутри проводника было электрическое поле то она стала бы действовать на свободные заряды они бы немедленно пришли в движение и внутри проводника пошел бы электрический ток а мы считаем что у нас ситуация уже электрического равновесия ну стало быть электрического поля внутри проводника быть не может и аналогичное рассуждение можно провести для электрического поля на поверхности из которого следует что электрическое поле должно быть направлено перпендикулярно поверхности ну в самом деле если бы электрическое поле было направлено под углом к поверхности то мы могли бы его разложить на две компоненты поперечную и продольную и вот это продольная компонента она точно так же привела бы в движение электрические заряды и если мы считаем что у нас равновесие уже установилась то такого быть не может электрическое поле тогда должно быть направлено строго перпендикулярно к поверхности проводника и все то же самое можно проговорить в языке потенциалов и утверждение будет состоять в том что все точки проводника как внутри его так и на поверхности имеют одинаковый потенциал ну в самом деле если бы мы если бы мы взяли две точки у которых был бы разный потенциал и прошли бы по какому-то пути соединяющему эти точки то если существует разность потенциалов то мы бы совершили некоторую работу но эту работу может совершить только электрическое поле а поскольку электрическое поле внутри проводника равно нулю то и работа должна быть равна нулю ну а следовательно потенциалы этих точек должны быть равны нулю ну и точно так же мы могли бы брать не только две точки внутри проводника но и точку одну из точек на поверхности или обе точки на поверхности и точно так же выбрав какой-нибудь путь соединяющих эти точки мы бы провели то же самое рассуждение и установили что потенциалы их равны ну и в частности отсюда следует что вся поверхность проводника представляет собой эквипотенциальную поверхность чем мы часто пользуемся при решении разных задач электростатики а теперь мы перейдем к более трудному вопросу а именно вопросу о распределении зарядов в проводнике и некоторые думают что из того что электрическое поле внутри проводника равно нулю непосредственно следует что и зарядов внутри проводника нет они все сосредоточены на его поверхности это конечно правильное утверждение но чтобы его доказать нам нужно привлечь еще одно дополнительное важнейшее утверждение а именно теорему гаусса который утверждает что поток электрического поля через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри этой поверхности деленному на диэлектрическую постоянную эпсилон нулевое и сейчас мы применим теорему гаусса для того чтобы доказать что внутри проводника зарядов быть не может ну допустим что у нас есть какая-то область внутри которой заряд не равен нулю в таком случае мы немедленно окружим ее поверхностью замкнутой и тогда по теореме гаусса поток электрического поля через эту поверхность должен отличаться от нулю от нуля потому что там есть конечный заряд но с другой стороны поскольку электрическое поле внутри проводника как мы уже разобрались равно нулю то его поток будет равен нулю и мы приходим противоречию ну следовательно нет никаких конечных областей внутри проводника заряд которых был бы отличен от нуля но это и означает что заряд может быть расположен только на поверхности этого проводника а теперь представим себе что мы сделали в толще про заряженного проводника полость и спрашивается а будут ли заряды на этой внутренней поверхности чему будет равно электрическое поле внутри этой полости и здесь нам снова на помощь приходит теорема гаусса мы окружим эту полость поверхностью которая замкнутой поверхностью которая проходит в толще металла мы уже доказали что электрическое поле в толще металла равно нулю ну стало быть поток электрического поля через эту поверхность тоже равен нулю и стало быть полный заряд внутри этой поверхности равен нулю это значит что если электрические заряды и есть на поверхности этой полости то их поровну положительных и отрицательных давайте возьмем какую-нибудь точку в которой у нас имеется положительный заряд предположим что он там есть и рассмотрим силовую линию которая выходит из этой точки значит эта силовая линия закончится где-то в другой точке полости если мы движемся вдоль этой силовой линии то электрическое поле будет совершать работу а это значит что потенциалы начальной точки и конечной точки не могут быть одинаковыми но тогда получается что у нас разные точки поверхности этой полости имеют разные потенциалы а это противоречит тому что мы только что доказали что вся толща металла и его поверхность это имеют одинаковый потенциал стало быть и никаких зарядов на поверхности полости быть не может и электрическое поле внутри этой полости также равно нулю но теперь осталось поговорить о практических следствиях из нашей высокой теории ну первое что нужно сказать что если мы сделаем металлический ящик то какой бы заряд мы не помещали на его поверхность какое бы внешнее поле его не ставили электрическое поле внутри ящика будет равно нулю и там можно будет безопасно находиться но если мы в поверхности этого ящика сделаем небольшое отверстие то ясно что почти ничего не изменится у нас поле проникнет внутрь этого отверстия на небольшое расстояние но все равно внутри поле останется равным нулю и даже если мы возьмем вот такую трубку то во внешнем поле потенциал всей поверхности и толще металла останется постоянным и поле проникнет с концов трубки на расстояние всего лишь порядка ее диаметра а а внутри трубки поле практически тоже будет равно нулю и точно так же если мы возьмем какую-нибудь сетчатую конструкцию ну вот например такого вида то поле будет проникать внутрь этой конструкции на расстояние порядка размеров ячеек этой сетки то есть практически опять же внутри поле будет равно нулю и у нас об этом есть отдельный фильм который называется клетка фарадея и мы рекомендуем вам его посмотреть на этом собственно я должен закончить свою речь я рассказал вам все что хотел на сегодня спасибо за внимание и до новых встреч